Всем привет! Это история от Анонима. Сейчас я зачитаю историю женщины, дам свои комментарии по этому поводу, разбор сделаю. Вы тоже можете написать в комментариях под видео ваше мнение по этой истории. Если вам нравится, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео в соцсетях. Так будет больше внимания к моим видео, YouTube будет их больше предлагать. Так что спасибо вам за это, и мы приступаем. Несколько лет назад я купила квартиру в Турции и переехала из России с ребенком сюда на ПМЖ. У меня все есть, квартира, машина, доход. Первое время было очень тяжело, конечно, одной. Хотелось рядом иметь надежное мужское плечо. Я была в Турции много раз, но с местным менталитетом была знакома мало. И вот спустя полгода я знакомлюсь с турком на сайте знакомств. Общались какое-то время по переписке, потом он приехал ко мне в гости с другом своим. Его друга решили познакомить с моей подругой. В первый вечер у нас был секс. Он мне внешне не понравился, но умел быть обходительным, что и сыграло свою роль. Да, и долгое одиночество сказалось, конечно же. Конечно, были, в кавычках, любимые турецкие вопросы. Квартира в аренде? Где работаешь? Как живешь? Немного слов о нем. С 40 с лишним лет детей жены у него не было. Я проверяла в его эдовлете. Сам из дальнего курдского города. Но утверждает, что он не курд. Я не верила, так как он звонил по громкой связи сначала матери, потом знакомому какому-то и просил сказать их, кто он по национальности. Живет он больше 10 лет в Анталии, зарабатывает трансфером, имеет только машину для работы. Своего жилья у него нет. Вцепился меня мертвой хваткой. Как бы я себя с ним не вела, все проглатывает. Закрывает глаза даже на измену. Мы с ним в тот период расстались, и я начала новый короткий роман. Он знал этого турка, следил за ним. Он вообще часто следил за мной. Сталкирит, такое дело. Я это видела сама, проверял, где. Наши отношения похожи на качели. Когда миримся, то часами не можем наговориться. Он помогает во всем. И материально, и физически подумал в решении всяких проблем бытовых. Вот это у меня и не сходится. Прошлым летом он познакомился с моими родителями. Очень понравился моей маме. Мама всегда его защищает, многоточие. А я прям чувствую, что все не так просто. После моих вопросов, почему он не знакомит меня с родственниками, он повел меня и моего сына на ужин к семье старшего брата. Семья очень понравилась. Живут скромно, но приветливые и приятные люди. Только жена брата искоса смотрела на меня весь вечер. Ничего не говоря. После мы ездили все вместе на дачу к их кузену. Но до далекого курдского городка, в кавычках так написано, где живут родители, так и не доехали. Многоточие скажут, что родители он не познакомил. Хотя он обещал. Мы пытались жить вместе, но предложения он не делает. А я не собираюсь быть удобной и не позволю собой пользоваться. Понимая, что я как та собака на сене, и расставаться не могу, и вместе быть не получается. Мои подруги после знакомства с ним настаивали, что он хороший человек, потому что любит меня и помогает во всем. Оплатил сыну онлайн школу на год, ремонт делал, страховки тоже платит он, продукты в основном у нас в складчину. На фоне того, с каким дерьмом им приходилось встречаться здесь, мой казался очень хорошим. Классная цитата, вы умничка, за это и зацепимся. Но мне кажется, что все это показною. Много раз ловила его на лжи и отсутствие ответа за свои слова. И вишенкой было, когда я узнала, что все это время он пытался сделать мне ребенка многоточие. До этого он говорил, что хочет со мной ребенка, но на мои замечания. Твоей сестре, наверное, сначала сделали предложение, а после свадьбы появился вообще-то ребенок. Он соглашался, но это опять были слова бездействий. Он видит, что у меня несговорчивый характер, я не дура, и никогда он с меня ничего не получит. Я думаю, девушка имеет в виду материальное. Но у меня не сходятся в голове два таких разных типа личности. Он полный урод, который хочет заделать мне ребенка и крутить дальше, как хочет? Или он действительно любит, но не знает, как правильно и делает много ошибок? Знает, что я очень хороший вариант здесь, и меня быстро уведут. Сточечку молодец, умничка. Поэтому хочет закрепиться ребенком. Очень прошу помочь разобраться. Резюмирую вопросы. Первое. Может ли он быть курдом, как утверждают все мои знакомые люди в Турции? Зачем он тогда мне об этом врет? Я отвечу, давайте сначала на вопрос. Может быть, а может и не быть. То знаете, это вообще не принципиальный вопрос. В чем мы вообще сегрегацией какой-то занимаемся? Курт как будто это какое-то табу, плохо, а это типа турок, это хорошо. Да, менталитет разнится. Да, это там своя, назовем так, народность, общность. Но кому-то это нравится. Кому-то хочется быть в большой семье, принадлежать. У кого проблемы, например, со своими родителями. Кому-то хочется жить кланом, кому-то хочется, когда о них заботятся, когда, мы их назовем так, у кого нет личных границ. И этим людям приятно, когда границы нарушаются, у них это нормально. То есть это на любителя история. Давайте не будем, типа, может, как будто это какой-то, блин, я не знаю, крест. Честно скажу, да, он может быть турком с вот этим больным вопросом, и он очень сильно от этого пятками открещивается, что он не курд. Что вот этот далекий курдский город, вот это все разговоры. Так очень часто себя ведут турки, которые вот с таким пунктиком, которые на дух не переносят курдов. Для них это проблема почему-то. Второй вопрос, почему не знакомят с родителями, а только с братьями, и то виделись мы с ними на самом деле один раз. Третий вопрос, женится ли он когда-нибудь, что ему мешает. Четвертый вопрос, чего нужно бояться в отношениях с ним. Я сейчас расскажу, вот прям по вашим пунктикам, далеко забегать не буду. Почему с родителями не знакомят, а с братьями? Потому что он не уверен, он не хочет жениться. Да, в нем что-то мутное есть, я вам сразу говорю, это же к пунктику, чего с ним бояться в отношениях. С родителями не знакомят, потому что они, скорее всего, эту историю не одобрят, не хотят иностранку. Он не уверен еще в вас, если бы заделал ребенка, может быть, был бы уверен и познакомил. Он думает, что у него есть цель охомутать вас, вот скажу сразу, зарканить, а вы сопротивляетесь. Поэтому он у шаткая неуверенная позиция, поэтому вы можете легко соскочить, поэтому он вас и не знакомит, что нет какого-то гарантии, что у вас это все надолго, на постоянку, навсегда условно. Вы беременны, например, тогда он будет жениться. Он тогда пойдет знакомить. Прямо перед свадьбой, короче. Почему он не женится? Понятия не имею. Со всех сторон ему было бы выгодно на вас жениться. Сейчас скажу. Про какое-то там имущество, чем совместное житье, бытие, вот эти все вопросики. И вообще бы, да, ему комфортнее бы, удобнее было на вас жениться. Что ему мешает? Я не знаю. Какое-то обременение. Хотя я до лета вы его проверили. Возможно, ему мешают его родители. Там какой-то есть непримиримый момент, что они категорически что-то как-то почему-то против. И он, мне кажется, хочет сначала вас к себе максимально захапать, чтобы вы никуда не дернулись, сделать из разряда ребенка. А потом с этим уже прийти к родителям, типа, вот смотрите, у нас ребеночек будет. Поэтому я на ней женюсь. И вы мне уже ничего про это не скажете. Я, видите, вот какой. То есть он, скорее всего, хочет именно вот такой план. То есть категорически почему-то родители против. Поэтому он не может с ними сейчас познакомить. Вот братья, сестры, родня, друзья, дальние такие, ну, не родители. Они понимают его ситуацию, поэтому он с ними знакомит. Они надежно промолчат, ничего не скажут, не будут обострять. Это же турецкий, у вас только дело тонкое, все поймут. Вот это вот вся история. Короче, вот эти знакомства вообще ничего не значат. И он боится, мне кажется, он боится сделать вам предложение, с вами, скажем так, вступить в брак. А вдруг вы, прийти с этим к родителям. И вдруг вы соскочите. Вы же такая темпераментная, непокорная. Что-нибудь вам не так, выбрыкс. И у него нет денег, скорее всего. И вы будете недовольны организацией свадьбы. То есть у него на это, скорее всего, там, что-то, ну, не такие, там, ничего своего нет, не же я, там, машина рабочая, все прочее. Ничего за собой такого материального нет для свадьбы. Соответственно, родители денег, скорее всего, не дадут на свадьбу. Тем же, уже пожилые мысли, сорокец, плюс он, да, родители там уже 70 лет. Я вообще скажу вот про, чего мне бояться в отношениях с ним. Я хочу, чтобы вы обратили на свое желание. Он вам просто нужен, потому что он, первое, удобен, закрывает проблемы, вопросы, бла-бла-бла-бла-бла. Я эту историю знаю, поверьте, очень много девочек знаю, кто самостоятельно, вот с Томбулом есть подружки, кто переезжает самостоятельно, не замуж за турка. У кого есть деньги, есть дети, например, от предыдущих браков, у которых есть бизнес в своей стране, и они переезжают сюда и начинают жить. И они все практически через этот этап проходят. Когда подворачивается какой-то турок вначале с тобой знакомиться, помогает тебе во всем, они отчасти пользуются. Здесь без этого никак, сразу скажу. Это очень трудно, не просто в новости, а в Турции, где надо знать, не знаешь языка, свадо-брат, газ подключи, воду, свет в квартиру, вот это все вы все понимаете, без помощника, без тонкости знаний. Ну, это нереально, я бы даже сказала. Только вдвоем, если ты с мужем, видишь, как-то еще вы можете, если надо, много денег иметь для этого, решать такие вопросы деньгами. Либо турка здесь местного помогает. А кто помогает? Тот, кто спит. Давайте будем честны. И все, кто переезжал сюда самостоятельно, не замуж, свободные, они все всегда находят себя вначале. Не то, что находят меркантильные, за что-то держатся. Нет. Всегда такой турок сам подвернется. О, иностранные. Они все хотят. Вот это, знаете, по статистике моих знакомых, что я здесь вижу? Это всегда вот такие типы, как ваш. Это не обязательно, у него нет денег на турчанку, вот этот стереотип. Нет. Ленивый мамочкин сынок, который боится родителям даже что-то где-то сказать, он ищет себе вторую маму. Потому что вы приезжаете в позиции сильная, независимая, с деньгами, самостоятельная, ничего не боится. Иностранка, ну, короче, вообще, вот она. И он себя пытается первое время показывать решалой, героем, помощникам. Но по факту он боится брать такой человек на себя ответственность, настоящую, как семья, все прочее. Скажут, ребенок же хотел заделать, это же ответственность. Да, для вас, да, для него нет. Это не ответственность для него, он сам ребенок. И вот такие турки, они очень любят прикрепляться к сильной женщине. Просто сильная турчанка, не богатая, а сильная, на него не посмотрят. Вот, если у нее есть статусность, вот ваш уровень, на который вы приезжаете, материальные деньги, уверенность в себе, работа какая-то, и все, вот квартиру вы купили, машина, все история, доход, она на нее не посмотрит. Ей не нужен будет еждивенец и слабак. Слабак в том плане, что он ищет себе характером, менталитетом сильную женщину. Она скажет, нафиг мне это тащить, этот чемодан без ручки. Я-то здесь обоснуюсь, и там турчанка скажет, я-то здесь импозантнее мужчину найду, которого тоже за спиной что-то будет как минимум материальное. Потому что здесь всегда брак, это слияние, уровня капиталов и статуса. Это не потому что он не нужен турчанке. Нужен, на него тоже есть свой спрос. Но это он хочет к вам прикрепиться, так как вы тут ничего не шарите, не знаете. Ему с вами будет выгодно, удобно, классно. То, что вы в нем и чувствуете. Просто ваше вот это общение с вашего переезда затянулось. Про девочек, которых я вам рассказывала, приезжали у всех почти такие подворачиваются типы. Это временно. Девчонки, когда приехали, не то, что они их использовали, все документы себе открыли, счета там, не знаю, в банке, друзей завели и его посылают. Нет, такой человек отпадывает сам с собой. Они понимают, что с ним неинтересно, ничего серьезного, он что-то там про права, про отношения контролирует. Вот вы знаете, вот вы, я сейчас из примера своей личной знакомой расскажу, а я думаю, что это к вам очень сильно подходит. Вот она с этой историей, полтора года она так прощалась с парнем, с трупом, с мужчиной, с парнем, в смысле, ну вы поняли. Она прекратила эти отношения, хотя она была, да, от него зависима. Она говорила, слушай, ты либо женишься, либо знакомишь там с родителями, всем историей, как бы мы оформляем отношения, живем с семьей. Либо мне не надо приходить ко мне в гости, постоянно у меня ошиваться, за мой счет, по сути, все в основном, да, там складчину какие-то продукты, что-то он где-то квартиру поплачивал, но по факту вложения финансов в ее жизни с ее детьми были ее. А вот этот вот типа помощник, она говорит, либо ты женишься, либо мы расстаемся, при этом он особо не вкладывается, права качать очень любил, куда пошла, на того не смотри, лишь бы в мертвой хваткой в нее вцепился, лишь бы она вообще ничего никуда не делась. Она в итоге, то есть в Торе, тяжело, он как банный лист к одному месту прилип, рассталась в итоге. У вас эта история просто затянула, знаете почему? Потому что он вам еще выгоден и удобен, закрывает то, все, у вас еще мнение, свое мнение, вы где-то успешно, знаете себе цену, но где-то вот это мнение подружек, которые, с каким говном они тут встречались, этот не такой плохой. Вот у моей знакомой, тот тоже был неплохой, из говна, которая есть. Но у меня вопрос к вам, вот с этой фразой ваших подружек, а вы что, говна достойны? То, что они себе какое-то говно выбирают, это их выбор, это они себя так оценивают, а вы себя на сколько оцениваете? На чуть-чуть выше, чем говно? Что вы-то хотите? Ваше желание где? Лучше порой быть одной, самостоятельно, вы здесь ни в чем не нуждаетесь, чем с говном, или чуть выше, вроде бы как не говно. Но вы же не будете от этого счастливы, ваше желание не удовлетворяется, а вам не нравится то, что есть, то, что у вас сейчас и происходит. Поэтому это просто удобно, он закрывает потребности, да не все. Чего бояться, я скажу, чего. Он будет продолжать заделывать вам ребенка, он захочет отношений или свадьбы, когда что-то надежное будет, он побежит родителям об этом, он боится родить, он трус по жизни, он боится ответственности, он трус, и если вы с ним вступаете в отношения серьезные, брак, родить ребенка, не ждите, что он возьмет на себя дофига ответственности, больше начнет работать, какие-то деньги в семью приносить, нет, он будет удобно, как банный лист к одному месту прилипнет, а пахать будете вы, его еще содержать, плюс еще ребенка родить, рассчитывайте на это. Вы для него удобный, комфортный вариант мамы. Он хочет зайти в отношения с позиции ребенка, а вы, мама, он просто сейчас подготавливает своих других родителей, от которых он не сепарировался морально, не стал самостоятельным, чтобы как-то вас заменить, подмену произвести, без каких-то угроз для себя несчастного, бедненького, он же не может противостоять, он же не смелый, как-то вас ввести туда, а вы на него тут прессуете, ругаетесь, типа давай, роспись, свадьбу, что-то по-серьезному, раз ты хочешь, что-то там, да, а он все тут прессинг, ой, блин, а вы его еще больше с ним притягиваете, он какая грозная, какая мамка, какой родитель, он такой, ой, блин, точно выбор правильный сделал, прям как мои родители, только я сейчас обмазкую, как сделать вот эту подставу, да, чтобы было комфортно мне съехать с одной родительской семьи в другую, не про партнерская, не про надежная, на плохой опыт подруг не смотрите, вы первое важное сказали, он не симпатичный, просто он обходительный, закрывает потребности, оплатил ребенку онлайн-школу, какие-то страховки, то пятое, десятое, так вам что надо-то, вы определитесь со своими желаниями, вам любовь нужна, нормальные, здоровые, равные партнерские отношения, или вам помогатор нужен, который с вами при этом спит, закрывает какие-то ваши потребности, живет за ваш счет в итоге, в будущем, сейчас пока что 50-50, что-то как-то, потом это вообще вся история закончится, потому что он сядет, когда он попадет в руки к маме, официально сменит своих родителей, на новых родителей, в виде жены мамы, он опустит руки, он расслабит свои булки, вот сейчас его лучшее время, его лучшая организация, он все сжался весь для вас, петухом ходит импозантный, чтобы вы, не дай бог, его не бросили, цепился мертвой хваткой, да, потому что на вас очень хороший здесь спрос, каждый хочет готовую независимую детей, уже родил, короче, шоколад с деньгами еще, вау, я вам скажу, с таким набором, джентльменским вашим качеств, достоинств, вы найдете получше, а то, что ваши подружки там как-то, вы простите, я сразу скажу, вы в такой зоне живете, скажем так, где такой менталитет у турок, я вам скажу, турки, курортных зонах, другие, даже в отпуск люди приезжают туристами, вы не видите Турцию, ни страну, вы турок настоящих не видите, это другие люди, другие, это поведение другое, они когда приезжают в Турцию, родственника, там, Стамбула еще куда-то, и они другие становятся, такие, как все в стране, а вот с туристами они другие, вот если вы живете в какой-то такой туристической зоне, вы просто не видели другую Турцию и других мужиков, вот в чем дело, я знаю, очень часто слышу о том, что турки стали другие, там, наглые, очень часто не участвуют, все, короче, испортились вся история, это часто я это слышу, да, такое есть, но и нормальных, адекватных все еще остается много, они тоже есть, поэтому, короче, что бояться вам, что будет так, как есть, бояться того, что вам вообще эта свадьба, нафиг, роспись не нужна, бояться этого надо, он вам сядет, вообще ручки-ножки свесит, и маму себя в виде вас официально новую оформит, вам вот это надо, вы вообще каких отношений хотите, из просто удобного, он станет, ну да, он удобный, но он не будет больше зарабатывать, квартиры у него не появятся, он не мотор, он прилипала, пиявка, к тому, кто сильнее, кто важнее, вам нужно рядом, какого партнера себе хотите, прилипший, который к вам, и закрывает какие-то потребности, но выше своей головы, никогда не прыгнет, еще есть возможность, что он прилипнет, начнет сосать, и будет висеть, на вас вообще болтаться не будет, то есть вообще даже никаких действий потом не будет, или вам нужны нормальные, здоровые отношения, нормальный мужик, активный, что-то из себя представляющий, понимаете, вы с ним будете какое-то время, получите вы свою свадьбу, дальше-то что, пройдут годы, вы увидите еще больше, вы его от этого раскисшего расслаблено, у вас будет вопрос, да фига вообще я за него замуж вышла, лучше он не стал, и я больше скажу, не только лучше не стал, он меня начинает бесить, еще больше раздражать, и подчеркиваться будут все минусы, которые уже сейчас вам не нравятся, вот, а примерно, что вас ожидает, так что вообще подумайте, нафиг вы это вообще, вы в это влазите, если уже изначально вы думаете, что там ничего хорошего не будет, что вам этот брак, вот прикиньте, даже если у вас не будет с ним ребенка, в общем, вы распишитесь, вы потом попробуете развестись, вот он будет представим, мой не лучший сценарий, что он будет вот этой пиявки, которая вообще ослаб, будет с вас тянуть, ну не прям Альфонс, ну вот такой вот, он никакой будет, вяленький, а вы захотите развести, а вы по-турецки будете разводиться, три года будете, но просто он вас будет давить отступными, чтобы вы ему дали бабла, чтобы он дал вам развод в итоге, понимаете, нервы, время, будете терять деньги свои, вот и все, так что перед тем, как хотеть жениться, выходить замуж, вы подумайте, как вы будете разводиться в Турции, это не в России, не там в других странах, здесь все это потруднее, вообще подумайте, захотите вы в это влезать, с вот этим человеком, то есть вы в Турцию должны вступать в брак, кого вы любите, в ком вы уверены, и кто вам приятен, нравится, вы, у вас к нему же миллиард претензий, непонятно, что вообще, зачем он нужен, вы еще сейчас скрепитесь с ним узами, потом вообще не вылезете из этого, как бы, вот я, что могу сказать по этой истории, здесь я вас не расстроила, я хочу сказать, что вы умничка, вы молодец, что вы нашли в себе силы, рискнули, переехать в другую страну, поэтому я знаю, что хочется припасть к сильному плечу, чтобы за тебя где-то что-то делали, чтобы тебе было легче, проще, особенно в другой стране, где ты много чего не понимаешь, не знаешь, правил, законов, там, это очень, в другой стране это миллиард раз труднее, я это знаю прекрасно, но я вам хочу сказать, что является ли этот человек этим сильным плечом, мы пока что, я в вашей истории сильным его не увидела, увидела где-то слабым, поэтому сильнее он точно не станет, а только может быть слабее со временем, когда вы еще больше раскусите, или он расслабится в ваших руках, а потом из этих опут и брака, еще попробуй вылези, освободись от этого обременения и утяжеления, вот я что бы хотела вынести из этого письма, решать вам, конечно, ушки на макушке, пожалуйста, вот такая история от подписчицы, если вы хотите прислать вашу историю с озвернутым комментарием, видео ответом, анонимно, то в инфобоксе под видео есть ссылка на мою почту, пожалуйста, пишите на почту, тема письма и с туалетом, если вам нужна индивидуальная консультация, психологическая тема письма консультация, ну и также ссылка в инфобоксе на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции, подписывайтесь, чтобы быть в курсе всего, что у нас здесь в стране происходит, скоро увидимся, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok,